Радио Народная Волна Расскажите к нам вот о чем, насколько я знаю, Навального перевезли все-таки из России в Германию, ну в связи с его состоянием таким, вот об этом, что там происходит и каковы последствия этого, может ли это как-то отразиться на российско-немецких-германских отношениях, в общем ваш взгляд на эту ситуацию? Несомненно, не только может, но и отразится, но прежде чем плавно перейти к самой Германии, я позволю себе еще два, может три соображения связанных вообще с этой трагедией, это действительно человеческая трагедия, страшная, которая как ничто другое вскрывает всю звериную суть путинского режима. Первый аспект, который я хотел бы затронуть, я назвал бы почти по-филеетонному, как Навальный получил имя. Что я имею ввиду? Дело в том, что последние 10-15-20 лет в России путинской Навального предпочитали не называть по имени, даже если вопросы журналистов, адресованные высшим чиновникам, касались именно этого человека. Песков, Дмитрий, да и сам Путин обычно отвечал уклончиво. Ну, этот человек, знаете, этот шут Горохова, вы имеете ввиду того шута Горохова, который... и так далее. Фамилия Навальный была исключена из средств массовой информации. Существовал официальный запрет, или в любом случае, может быть, устный, но непреодолимый запрет. И Навального нигде не называли никак. Сейчас, после этой трагедии, поскольку все западные сильные мира сего, лидеры стран, государств, представители Евросоюза, стали называть Навального лидером антипутинской оппозиции, что справедливо, то пришлось и российским чинушам как-то давать ему имя. Было неприлично говорить о человеке, которого они сами ввергли в состояние между жизнью и смертью, с неизвестными последователями. Было неловко говорить о нем, как о шуте Гороховом, как о алкоголике, наркомании и прочее, и прочее. То, что весьма широко использовалось. Это один аспект. Поэтому и эти чиновники российские, и средства массовой информации, и центральное телевидение стали говорить о нем, как о Навальном. Причем, если раньше говорили вообще этот блогер, поговорим о том самом блогере, то сейчас говорят о политике Навального. Не знаю, как история будет развиваться. У меня нет, к сожалению, хрустального шара, по которому бы я мог делать какие-то предсказания. В любом случае, Навальный перешел в разряд политиков, что исключительно справедливо. Он заслужил своей жизнью именно такое определение. Мало кто в России из оппозиции считается политиками. И все либеральные оппозиционеры, вся эта либеральная тусовка относилась к Навальному с некоторым полупрезрением, а то и с нескрываемым презрением. Многие намекали на то, что ну как же так, его расследования, ведь настолько точны, уникальны, полны документов и картинок, что он наверняка сделал это с позволения, а может быть даже и по заказу ФСБ. Все это, весь этот бред собачий сегодня можно смело отбросить или бросить в корзину для бумаг. Совершенно очевидно, что убить соперника путинский режим был вынужден именно потому, что это сильный соперник. Когда-то Юлия Латынина написала статью, где про Навального, или говоря о Навальном, она использовала известную рекламу Кока-Колы. Вы помните, Кока-Кола, it's a real thing. Она написала, что Навальный это реальная вещь. It's a real thing. Потому что только Навальный был способен привлечь десятки тысяч последователей, молодых людей на протестные демонстрации. Вспомните, буквально на днях 15 августа должна была состояться, как раньше говорили, всесоюзная, сейчас всероссийская демонстрация протеста. 12 самых главных политологов России, самых главных, не стану перечислять имена, объявили об этой акции. Пришло, сколько человек туда пришло, там была цепочка живая, ну 200-300 человек, и это уже много. Когда Навальный созывает людей, созывал, сейчас я вынужден в прошедшем времени говорить, приходили десятки тысяч. То есть это реальный соперник. И в ситуации, когда путинский режим переживает нелегкие дни, а я бы сказал, просто на грани развала. Вертикаль власти развалилась и лежит на полу, и каждый, кто не слишком ленив, может ногой топтать эту вертикаль власти. Губернаторы не подчиняются, везде протесты и так далее. В этой ситуации фактически Путин был своего соперника скоро почти вынужден устранить, что он и сделал. Второе соображение часто приходится слышать. А зачем это делать Путину? Ему же это крайне невыгодно. Ему же это вредит его замечательному имиджу, его замечательной репутации, такого умного стратега, политика и так далее. Слушайте, Путину это дофейни. Ему ничего не вредит, только то, что вредит его попыткам держаться и удержаться за власть. Когда он убивал, я так и называю это своими именами, даже если он убивал через чужими руками или через подставных лиц, когда он убивал Щика Чихина, это ему очень вредило его репутации. Когда он убивал Аню Политковскую, это очень вредило его репутации. Когда он убивал Немцова, Карамурзу отравлял, это все очень вредило. Но он же сильный человек, он пережил этот вред и как-то устроился в мире без своих оппонентов. Так что нужно забыть об этих смешных отговорках. Россия отвечает на ситуацию с Навальным как она умеет, как ей, так сказать, на роду написано. Она отвечает так, что в конечном счете, после первоначального отнекивания, она приходит к стадии, когда ее истеблишмент, ее политические элиты начинают говорить об иностранной провокации. Что и произошло. Сейчас уже Володин, глава Госдумы, заявил, что это не иначе, как провокация иностранная, чтобы повредить Путину. Еще бы. И создать культ мученика Алексея Навального. Но остается только додуматься до того, что Навальный сам себя высек, как ультер-офицерская вдова и сам себя отравил, чтобы стать мучеником и навредить, опять же, Путину. Это и смех, и грешки называется. Но мы подходим к ситуации в самой немецкой больнице Шарите, где сейчас находится Навальный. Там врачи, в качестве которых сомневаться невозможно, потому что, напомню, что именно в этой больнице обычно лечатся российские чиновники высшего разряда или олигархи. Что фактически одно и то же. Они именно там лечатся. И туда привезли по просьбе на деньги олигарха Зимина, привезли Навального. Там выяснили сходу то, что и можно было, и что наверняка выяснили уже в Омске, что он был отравлен. Ведь такое заключение еще ничего не говорит о том, кем, когда, как, при каких обстоятельствах. Это вопрос для следствия. Но когда немецкие врачи заявили, что дело необходимо расследовать в уголовном порядке, кстати, это заявили даже не только врачи, но и Ангела Меркель, канцлер Германии, и министр иностранных дел МАС, Айке МАС, то Россия на это ответила. А что расследовать? Уголовного дела нет. Потому что даже присутствие какого-то отравляющего вещества, которое с точки зрения России не доказано, хотя оно, разумеется, доказано, я скажу, почему. Ведь и в России его лечили тем же, чем его лечат сейчас в Германии. И к общему смеху россияне, российские врачи говорят, но ведь и мы же его так же лечили атропином. Что значит так же, если у него нет отравления, отчего же они его лечили атропином? А если лечили, значит было какое-то отравление. Ну, одним словом на это Песков ответил, уголовное дело заведено не будет, даже если он чем-то отравлен. Ведь никто не знает, чем, как. Но ведь юмор-то здесь, и очень грустный юмор в том, что Навальный был тем человеком, за которым следили вообще на каждом шагу. Подозреваю, что даже когда он выходил в общественный туалет, там были камеры, которые отслеживали его. То есть не было ни одного шага, о котором не знало бы ФСБ и оперативщики этой организации. Следовательно, нет ничего естественнее и проще, чем посмотреть эту историю задокументированную, в какой час и в какую минуту он что сделал, где был, кто с ним, кто его касался и кто к нему подходил. Это может сделать, разумеется, ФСБ. Но зачем оно это будет делать, когда три парня в штатском сидели в его больничном покое, в его больничной палате, когда ему производили вот все эти медицинские действия. И когда вошла туда жена, проведя пять часов из-за того, что у нее не было с собой свидетельства о браке, свидетельства об уплате налогов за последние три года и прочее. Так вот, когда она вошла в больничную комнату, она увидела, что там три парня в штатском сидят и смотрят очень внимательно. А ей объяснили, что это студенты медицины, и они смотрят, как в таких ситуациях себя вести. Ну, их смех и грех, разумеется, поражает та примитивность, с которой работает по-прежнему эта страна. А если бы это примитивное, но в то же время брутальнейшее, в то же время зверское, я бы сказал, людоедское отношение к жизни человека не было, не имело места, можно было бы, конечно, посмеяться. В данном случае не до смеха. Напрашивается вопрос, как это отразится на немецко-российских отношениях. Скорее всего, это, по первой реакции можно судить, немецкие средства массовой информации и политики местные в основном требуют ужесточения санкций. И здесь невозможно не принять во внимание то, что санкции, которые пока Германия держит, они, по российским же оценкам, не имели радикального воздействия, не привели к экономическому краху, потому что эти санкции позволяли очень и очень многие лазейки. Они были часто персонифицированы, то есть каким-то чиновникам нельзя было заезжать в Евросоюз, каким-то можно было, всегда находились подставные лица. О чем говорить, когда в Евросоюзе, когда в Британии, сейчас уже не Евросоюз, но и достаточно и в Германии, да и, скажем, в Чехии, в Карл и Кварах, полно олигархической российской собственности. На итальянском озере Кома замечательные дворцы куплены давно и находятся во владении российских олигархов или российских пропагандистов типа Соловьева. Но в любом случае, ведь проще всего было бы это имущество сейчас арестовать, эти абуары российских олигархов арестовать, пока ничего такого не делается и не сделано и не будет, скорее всего, делаться. Ведь здесь мы вступаем в сферу весьма непрозрачную радикальных противоречий между тем, что нужно и тем, что делается. Германия предпринимает все для того, чтобы закончить газопровод, так называемый Северный поток. Это российский газопровод, который должен в терминалы Германии привезти российский газ. Затрачены немалые деньги. Соединенные Штаты и, прежде всего, администрация Донорда Трампа на самом высшем уровне предупреждают и Россию, и Германию, чтобы они этого не делали. Даже накладывают всевозможные санкции, блокируют, кстати, именно депозиты и авуары различных швейцарских и прочих компаний, заставляя их отказаться от соучастия, от подрядов в этом большом экономическом проекте. Вот где можно было бы ударить и больно ударить по рукам Путина. Пока Меркель, другие правящие сейчас партии и их представители в правительстве Германии не говорят об этом ни слова. То есть можно предполагать, что они при всем своем возмущении, может быть, даже откровенным и искренним, тут не берусь судить, но при всем своем возмущении они все-таки думают о своем кармане, они все-таки думают, скорее всего, о возможности как-то ублажить Россию Путина. Не знаю, что там в результате этого произойдет, может быть, вообще-то можно было бы ожидать и другого, что они воспользуются моментом, момент-то очень пригодный и под сурдинку, чтобы уступить американским настояниям весьма сильным и протестом, который, кстати, их сосед Польша высказывает без обиняков. Поляки говорят, что строительство или достройка этого газопровода в обход Польши создаст крайне неблагоприятную ситуацию для поляков, да и других центральноевропейцев. Если нефть пойдет российская в Германию, в Польшу, значит, она продаваться не будет или будет продаваться слишком дорого, придется ее замещать чем-то другим. Но в любом случае, они не хотят российской нефти в Европе, многие не хотят, но есть государства, которые имеют прямую выгоду и те, несомненно, будут стараться. Вот картина, на которой придется канцлеру Меркель сейчас этот вопрос решать, пока Навальный лежит в больнице Шарите. Надо сказать, для тех, кто не следит вплотную за событиями в Германии, через год там пройдут парламентские выборы. В результате выборов появится фигура нового канцлера, потому что Ангела Меркель принимать участие в выборах уже не будет в качестве лидера ХДС, да и она это лидерство уже сдала в чужие руки давно. Но сейчас эта партия прозябает без признанного какого-то лидера, потому что предыдущая женщина, политик Каренбаур, которая заняла место лидера, она ушла в отставку неожиданно. Меркель, можно сказать, в историческом смысле доживает последние дни. Значит, придет новое поколение немцев. Как они будут переоценивать, пересматривать свои отношения с Россией, мы посмотрим. В любом случае, я повторяю, ситуация с Навальным, это серьезный момент, может быть даже переломный, когда Германии придется, так сказать, открыть карты, признать цвета и играть по новым правилам. Вот чего можно ожидать сейчас. Вот и посмотрим, пройдет ли Германия проверку на вшивость. Кстати, в прошлый раз, когда мы с вами беседовали, это был канун встреч лидеров Евросоюза, вопрос о Белоруссии. Вот у нас еще осталось минут пять до перерыва по поводу решений Объединенной Европы. Вроде они сначала как-то там рьяно взялись, а потом откатились назад. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Вы ее прокомментировали фактически вместо меня в двух словах. Да, они рьяно взялись, и они быстро очухались, как и положено европейцам. Потому что те всегда приходят потом к заключению, что против Лома нет приема. Ничего не было принято, никаких радикальных и даже менее радикальных решений, деклараций. После этой встречи она, правда, была в формате видеоконференции, как и все сейчас в Евросоюзе. Но она была быстро заиграна. Резолюцию принимал Европарламент, однако резолюции Европарламента являются необязательными, рекомендательными. И, как из этого понятно, к сведению, эта резолюция принята не была Европейской комиссией, то есть правительством Евросоюза. Так что все так и осталось. Белорусы были предоставлены себе, и только от них зависит их собственная судьба. Рассчитывать на Евросоюз в их случае, это все равно, как повторять знаменитые слова из 12 стульев, а то, может быть, из золотого теленка. Если ситуацию с Россией каким-то образом можно объяснить с меркантильной точки зрения, то есть Европа, Германия заинтересована в газе, в российском, то что мешает Европе более жестко отреагировать на события в Белоруссии? Что мешает, прежде всего, как раз именно то, что интересов особых там нет, и экономических тоже. Белоруссия, страна всецело завязанная на путинскую Россию, там, как говорится, нечего брать, нет предмета для сильной игры, для сильных каких-то телодвижений. Да и не может сейчас Европа, предельно ослабленная своим отсутствием, единства полным. А главное, не отсутствие единства, а отсутствие целеполагания, ориентиров. Вот что трагично для Европы. Она не знает, куда ей дальше идти, чего добиваться, чего хотеть. Вот сейчас, буквально на днях, буквально сегодня, чтобы не сказать больше, Европейская комиссия Евросоюза, Европейская комиссия, приняла какие-то экономические планы на будущее, все они из сферы зеленой экономики. То есть сейчас, когда Европа на грани экономического провала, или может быть уже перешагнула эту грань, они предпринимают шаги, которые сулят Европе дальнейшее отсутствие рациональности в ее экономической политике. Она требует закрытия газовых даже электростанций и атомных электростанций. Ну, Германия уже сейчас взяла курс на закрытие атомных электростанций, но в данном случае это заставит ее еще больше, еще больше ужать и фактически лишить возможности работать все традиционные виды электростанций, переходя полностью на энергию ветра, солнца, не знаю чего еще. Ну, воды там, где текут быстрые бурные реки, там еще вода может играть какую-то роль. Но в принципе уже сейчас полно жалоб на это. То есть Германия и Франция сейчас, поскольку Америка сама находится, я бы сказал, в ситуации переполненного парового котла, вот-вот, вот-вот произойдет взрыв. Европа примерно в такой же ситуации, может быть, на лет через пять или через три окажется там, где сейчас Америка. Но в принципе те же самые процессы зрели в Европе. Во Франции большие беспорядки сегодня. Сегодня были закрыты Елисейские поля для всех, потому что там с запретом собираться, как говорится, больше двух не собираться. Вот в Германии, что ни неделя, то по случаю приезда Ангела Меркель в какие-нибудь города или земли Германии, там происходит массовая-массовая демонстрация и протеста. Они формально связаны с ситуацией в области ковида, в области политики правительства в отношении вот этого коронавирусного заболевания, пандемии коронавирусной. Но вы же понимаете, что это фактически предлог всего лишь. Это удобный предлог для того, чтобы выразить полное неприятие нынешней правительственной политики в Германии. И вот если вы поймете, что Германия и Франция это, собственно, коренники, это коренные кони всей этой европейской упряжки, то, что говорить об остальных, везде происходят те же самые процессы. И процессы это весьма беспокойные, весьма тревожные. Коль, скоро вы упомянули ковид, скажите, а в Германии тоже предпринимались какие-то жесткие меры карантинные для того, чтобы как-то решить эту ситуацию? Совершенно верно. В Германии, как и в остальной, почти в остальной Европе, я не говорю Евросоюзе, но и Европе, Британия вначале попыталась, было пару месяцев противиться, потом под влиянием сильных медицинских экспертных лобби, она тоже сдалась. Единственной страной, где не было локдауна, была Швеция. Сейчас Швеция, кстати, наоборот, выходит на первое место в смысле низкой смертности от коронавируса и высокого достигнутого иммунитета, стадного иммунитета населения. В Германии было все как везде, то есть были локдауны, с единственной разницей, там было меньше смертей, потому что многих заболевших, а по числу заболевших, она была не меньше, чем в Германии было заболевших не меньше, чем в соседней Франции, Бельгии и так далее. Но число умерших было меньше, потому что оказывалась более квалифицированная, качественная медицинская помощь, поэтому умерших там было меньше. Сейчас цифры заболевших те же самые в Германии, что в соседних странах, они растут, то есть это называется здесь второй волной эпидемии или пандемии коронавирусной. Она идет, она идет не слишком быстро, самое главное, что этот штамм вирусный, он ослабевает, чего и можно было ожидать. Этого всегда ожидали оптимистически настроенные люди, что когда перемножается какой-то вид, он начинает ослабевать, он начинает быть более слабым, то есть менее смертельным, с меньшим числом смертельных исходов. Это то, что происходит сейчас и в Германии. Вообще интересно, вы упомянули Швецию, либеральная общественность, особенно в Америке, нередко Швецию выставляет в качестве положительного такого примера построение социалистического общества. И прям при любой дискуссии вот сразу пальцем показывают, вот Швеция, посмотрите, социализм шведский. Во-первых, это не совсем социализм, давайте быть откровенными. А во-вторых, что меня поражает, на сегодня про Швецию никто не вспоминает, никто не приводит в качестве примера, потому что Швеция действительно не закрывалась, не вводила карантинные меры, а результаты у нее получаются весьма и весьма положительные. Обычно это не указывают соседние Финляндии и Норвегии, но если сравнить хотя бы с Данией, Голландии и так далее, то Швеция выигрывает. Ведь чем больше, чем больше проходит времени, чем больше появляется данных о моделях коронавирусного заболевания, о протекании этого заболевания, тем яснее, и это парадокс, что шведы, проклинаемые всеми остальными европейцами, оказались правы. И сегодня вы в американской печати можете прочитать, что шведский путь оказался более перспективным. Вы знаете, не являясь ни специалистом вирусологом, и даже никаким не медиком, в начале вот всей этой эпопеи, когда объявили карантин, я высказал соображение по поводу того, что, наверное, все-таки если мы изолируемся друг от друга, то это убьет нашу иммунную систему. И когда начали говорить о второй волне, я высказал предположение, что вторая волна будет именно поэтому, потому что иммунная система будет даун. Потому что, ну, как развивается иммунная система? Получают небольшую дозу, там, бактерий, вирусов и так далее, и справляется организм, вырабатывает антитела. Но когда мы изолированы, ничего этого не происходит. И когда вдруг мы начали контачить друг с другом и получать какие-то порции вирусов или бактерий, мы начинаем болеть. Ну, это было мое предположение, не знаю. Но похоже, что... Ну, оно было правильно. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, продолжим. Если будут вопросы от наших радиослушателей, обязательно примем звонки и ответим на вопросы. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна о похищении Европы. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну, скажите мне, если... Как видятся события, как видятся, ну, скажем, съезды демократической партии, который уже прошел на прошлой неделе, республиканской, который начался вчера, в понедельник, на этой неделе. Как видится из Европы? Ваши ощущения? Вы, я надеюсь, там, ну, хотя бы немного следили, смотрели, читали комментарии. Что вы скажете по этому поводу? Разумеется, достаточно много и следил, и смотрел, и читал. В Европе вообще сейчас говорить о мнении Европы, Европы или мнении европейцев, не приходится, разумеется. Это примерно такая же глупость, как говорить о мнении американцев. Такое мнение, может быть, есть относительно Бургер Кинга, или, может быть, какой-то другой смешной проблемы. Но такого мнения нет относительно политики. И Европа, как я уже сказал, идет с небольшим отставанием от Соединенных Штатов, но в том же направлении. Поэтому европейцы оценивают в зависимости от того, какому лагер они симпатизировали. Если говорить о журналистах мейнстрима, о средствах массовой информации мейнстримных и так далее, то они, разумеется, симпатизируют демократической партии, освещают съезды партийные примерно так же, как это делается в Европе. То есть, если что-то сильное произнес Трамп, то в конце предложения ставится вопросительный знак, или добавляется какая-то реплика о том, что реальность радикально расходится с тем, что сказал американский президент. Или что он рассмешил всю демократическую прессу мира, или что-нибудь в этом роде. Это нормальная комбинация. И поэтому я хочу посмотреть скорее. Всегда приятно видеть какие-то сюрпризы, приятные неожиданности. Так вот, если в случае, если выборы не так, как это предсказывают прогнозы или опросы, то хочу посмотреть на вытянутые лица этих комментаторов, которые... Ефим, я вас остановлю. Давайте попробуем... Ай, не дождался радиослушатель. Обязательно. Простите, ради Бога. Обязательно. Но вы знаете что? На самом деле никаких вытянутых лиц не будет. Потому что, если вы помните выборы 2016 года, когда 96% прогнозировали, что Хиллари Клинтон уже все готово, и журнал «Таймс» уже напечатал на обложке «Госпожа президент», а в итоге сели в такую лужу, и хоть кто-нибудь из них съел свою шляпу? Да ничего подобного. Утерлись и пошли дальше с улыбкой. Ну, правда, в ночь голосования было любопытно наблюдать за этими лицами. Ну, хочется надеяться, как говорится, ваши слова, Сергей, да Богу в уши. Я просто говорю, что с удовольствием видел бы это выражение изумления на лице. Ведь все прогнозы... Я думаю, что это даже было бы полезно. Это такая профилактика. Люди бы поняли, что вообще ориентироваться на политические прогнозы, на политические опросы общественного мнения бессмысленно. Бессмысленно. Вот давайте все-таки... А ничего, вообще не выражают. Сейчас, кстати, под сомнение... Давайте примем звонки. Вернемся. Сейчас примем звонки и вернемся. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как вы думаете, Путин нападет на Беларусь или нет? Я послушаю по радио. Сейчас думаю, что нет. Причин две. Во-первых, белорусская армия одна из самых многочисленных в Европе вообще. И Лугашенко, в принципе, может подавить с помощью армии. Я, честно говоря, будучи сторонником, в общем, более решительных действий, мне кажется, что, имея дело с такими режимами, нельзя обойтись только мирными демонстрациями. В этом смысле, думаю, что украинский Майдан был почти образцом для правильного поведения. Этих гадов, я извиняюсь за выражение, нужно встречать, нужно встречать такой же противостоящей силы. И тогда у них зарождается в мозжечке мысль, а не рискую ли я слишком, когда я иду даже со своим калашником, со своим автоматом против этой массы людей. А может, меня из Берданки кто-нибудь там из них пальнет. Пока он знает, что никто не пальнет, он, разумеется, может действовать самым жестоким и бесчеловечным образом. Так вот, Путин, во-первых, по этой причине пока не собирается вводить войска, во-вторых, и по-другой, он боится, что если он предпримет резкие шаги, то весь его карточный домик развалится. Сейчас Россия находится в положении Ахову, действительно. У нее, ей предстоит колоссальная экономическая катастрофа осенью, потому что ко всем другим проблемам, а вы учтите, 10 лет, 10 лет не повышались доходы населения. И вдруг еще такой обвал, процентов под 30. И вдруг еще ко всему нефть и газ не продаются никуда. Все эти построения, за большие деньги, сделанные друзьями Путина, они остались пустыми. И северный поток под вопросом, южный поток из-за Ордогана вообще не имеет шансов. Турция сейчас вообще нашла другие месторождения прямо под носом, что называется. А китайские силы Сибири, он на 30% всего заполнен. То есть там труба полупустая и давление нужно искусственно поддерживать. То есть у Путина сейчас нет средств для того, чтобы начинать какую-то радикальную операцию. Он выжидает, пока он выжидает. Предсказывать что-либо однозначно невозможно. Но мне кажется, что Путин надеется, что это само собой сольется. Мы вернемся к этой теме. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Ефим, скажите, пожалуйста, бывают ли в Европе попытки или не попытки, а реальные фальсификации результатов выборов? Потому что у нас левые постоянно этим занимаются. И вот опасность этих выборов, что фальсификации превзойдут обычный рейд. И мы получим не реальные результаты, а то, что придумают левые. И как вы с этим боретесь, если это происходит в Европе? Спасибо большое. В странах Западной Европы примеров прямой фальсификации практически нет. Я стал бы придумывать и врать, если бы я сказал, что где-то, ей-богу, зная эту Европу, как, просто знаю, с молодости, живя здесь всю жизнь, я не знаю случаев фальсификации. Даже в странах Центральной Европы, сравнительно недавно определившихся со своей ориентацией, не знаю случаев фальсификации. Но, вот что интересно, говоря о левых квазилиберальных силах в Америке, которые пытаются доказывать, скажем, что дистанционное голосование замечательно. Самое опасное с точки зрения фальсификации голосование, где можно выбрасывать стопки, стопки выполненных, заполненных бюллетеней, а заполнять их будут активисты, которые будут ходить по этим окраинам, населенным афроамериканцами в основном, и за них заполнять все это. Ну, короче, вот что любопытно. В то время как Твиттер обозначил значком фейк, твит Трампа о том, что дистанционное голосование электронное могут быть опасны из-за фальсификации, он это обозначил как фейк, потому что якобы нет ни одного случая нигде в истории случая фальсификации. Как пример приводится обычная Эстония, одномиллионная страна, страна в миллион человек населения, и действительно хорошо поставлена к компьютеризации, и очень просто проверить. Сами понимаете, что в Америке проверить, кто из какого компьютера посылал, очень сложно. Но вот что интересно, те же самые люди, которые просто кричат криков, что в России дистанционное голосование фальсифицировано, или может быть фальсифицировано, ведь Путин же ввел заочное дистанционное голосование, и все либералы закричали в голос, что это фальсификация чистая. Такое голосование дает возможность для бесконечной, совершенно никем не контролируемой фальсификации. Те же самые люди аплодируют Твиттеру за то, что он опроверг Трампа, который говорит то же самое, что они. Фальсификации более чем возможны. Очень хорошее замечание, очень хороший поинт. Действительно, одни и те же люди, которые осуждают за те или иные действия, скажем, Путина, они же... Они же одобряют позицию этих левых социальных сетей. Абсолютно. Что касается фальсификации и проблем, связанных с голосованием по почте, в некоторых штатах прошли праймарис по почте, вот в этом году, совсем недавно. И, скажем, там буквально, я не знаю, 7 тысяч человек принимали участие в праймарис, и на протяжении 6 недель не могли посчитать результаты. Это 7 тысяч человек, а речь идет о 140 миллионах, которые примут участие в голосовании. То есть, заведомо видны проблемы на поверхности. Нет, они это скрывают. И еще один нюанс. Профсоюз почтовых работников поддержал кандидатуру Джо Байдена на этих выборах. И в руках почтовых работников будет находиться судьба, если все голосование будет проходить по почте, этих выборов. Потому что, как выясняется, на пакетах, в которых упакованы бюллетени избирательные, там обозначена партийная принадлежность. В соцсетях гуляет видео, женщина показывает, говорит, я голосую за республиканцев, мой брат голосует за демократов, и вот нам пришли, так сказать, пакеты с бюллетенями, и вот штрих-код. Штрих-код нормально, но при этом там есть буковка. Один пакет обозначен буквой «Д», что означает «демократ», второй пакет обозначен буквой «Р», это принадлежность к республиканской партии. То есть любой почтовый работник, который не любит Трампа, может просто выкинуть тысячи и тысячи бюллетеней. И такие случаи уже есть, они подтверждены. И нет все равно средств массовой информации, и политики демократы уверяют нас в том, что никаких, так сказать, нет примеров. Так, к слову сказать, в 1864 году демократы попытались внедрить голосование по почте с тем, чтобы не позволить Линкольну переизбраться на второй срок. В 1864 году. Об этом сообщает ваш КТОН-пост. Понимаете? То есть ничего нового в этом нет. Это не первая, не последняя попытка демократов. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, уважаемый Сергей и уважаемый Эфим. Можно задать Эфиму, если можно, вопрос, Марк из Родайленда? Пожалуйста. Уважаемый Эфим, большое вам спасибо за ваши передачи. Я читал ваши статьи не раз на «Радио Свободы». Это было очень интересно. У меня к вам такой вопрос. Вы проработали много лет в структурах «Радио Свобода» и «Свободная Европа». Если бы в двух словах описать, как прошла трансформация этих средств информации? Плюс еще «Голос Америки» от, будем говорить, нейтральных до полностью сейчас поддерживающих республиканцев. Если можно, ответьте, я вас послушаю по радио. Спасибо. Республиканцев радио решительно не поддерживает. На радио, как и во всех средствах массовой информации, я бы не стал выделять особенно. Они, разумеется, финансируются Конгрессом Соединенных Штатов, но работают в них люди, которые подвержены тем же влиянием, я бы сказал, той же промывке мозгов, как и в других средствах массовой информации. И там сложилась ситуация аналогичная американской. 95% за демократов и, может быть, 5% за республиканцев. Что касается состава, ну, типично, если вы знакомы с публицистикой радио «Свобода», то вы понимаете, что на одну мою статью всегда приходилось 5 статей из противоположного лагеря. Это было так заведено, и я мог надеяться и полагаться только на способность убедить большее число мыслящих, думающих читателей. На все остальное полагаться я не мог. Я не хочу особенно, как бы, входить в детали, потому что я по-прежнему работаю еще экстернистом, но довольно определяющимся на радио. Поэтому, если я буду слишком резок, мне вообще закроют, перекроют, так сказать, канал, так что я не смогу вообще писать. Так что поймите это правильно. Все-таки хочется донести еще мысль до большего числа слушателей. Но это ситуация везде. Сейчас ситуация на радио такая, что у нас нет президента, потому что новый президент всей этой крышевой организации американского иностранного вещания снял действующих президентов, всех, радио Мартии, Голос Америки, Свободная Европа, Свобода. И сейчас ждут новых назначений. Боюсь, что до выборов новых назначений не будет. Если выборы пройдут удачно, вполне допускаю, что быстро будут назначены новые люди из лагеря близкого победившему кандидата. Кстати сказать, я тоже слышал о том, что назначен новый человек, который отвечает за вещание. И у меня зародилась некая надежда на то, что какие-то изменения произойдут в вещании. Насколько мои надежды оправданы? Ну, очевидно, об этом, так сказать, это будет зависеть от результатов выборов. Звать его Майкл Пекк. Это известный кинодокументалист. И сейчас он стал президентом всей этой корпорации. Так что со всеми вопросами, а я думаю, что ему нужно было бы, вы, профессионалы, журналисты, обращайтесь к нему. Может быть, общее мнение поможет ему найти правильный, ориентирный, сложный ситуацию. Давайте попробуем принять еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я просто ремарку, смотрю некоторые комментарии. Я из Беларуси, из Минска. Я там прожил много лет, и на моих глазах все происходило до приезда сюда в Америку. У меня двоякое впечатление от Лукашенко. Я вам скажу почему. Он пришел на популистской волне борьбы с коррупцией. Это была очень такая волна популярная, нужная в то время. У него не было националистических настроений. И придя к власти, он очень искусно управлял страной. То есть сосал нефтяную сыску российскую. И крутился то на запад, то на восток. И очень долго манипулируя, держал неплохие, у него были неплохие условия для действия белорусской экономики. Но потом, уже столько лет прошло, оно же не может досконечно продолжаться. Кроме еще один момент, который надо учитывать. Лукашенко тогда победил в легальной, открытой борьбе своего конкурента. Но сейчас он позиции сдавать не хочет. Более того, у него обнаружено еще давным-давно некоторое психическое отклонение. У него мозаичная психопатия. Она была установлена давно, когда он еще претендовал, будучи закончив только пединститут, хотел стать председателем колхоза и пошел первым к секретарю обкома партии с просьбой назначить на эту должность. И тот направил его на обследование. Потом это обследование еще раз подтвердилось. Его комиссовали из армии с этим диагнозом. И понимаете, эти качества, они влияют на негатив одного человека, распространяется, что от этого страдает большинство. И на сейчас ситуация, потому что человек неадекватный, и я хотел бы вашего мнения, как могут развиваться события. Вот на основании того, что я вам сказал. У вас буквально одна минута на ответ, к сожалению. Ну, отвечать тут нечего, разумеется, я со всем этим согласен. К сожалению, людей с мозаичной психопатией достаточно много. Не только Беларусь этим богата, но и многие другие страны. Хотелось бы, чтобы их было поменьше. Спасибо огромное, Ефим. И до встречи в следующий раз. До встречи через неделю. До встречи. До встречи.